Более тысячи протоколов на судоводителей. Это статистика с начала навигации в нашем регионе. Самые распространенные нарушения – отсутствие спасательных жилетов, вождение без специальных документов, перегруз транспортного средства. Подробнее об этом расскажет начальник пресс-службы областного управления МЧС Наталья Куличенкова. Спасибо, Павел. Обязательно вернемся к рейдам на воде. А начнем с оперативной информации. В Саратове в районе станции Трофимовский-2 на этой неделе горел деревянный жилой дом барачного типа на четыре квартиры. Была угроза распространения огня на соседней постройке. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. С огнем боролись 8 пожарных расчетов. Никто не пострадал. Пожар был вовремя локализован. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. К тушению данного пожара было привлечено 8 единиц основной специальной техники, 30 человек личного состава. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. С начала года в регионе произошло более 5,5 тысяч пожаров. Почти полторы тысячи случаев загорания сухой травы. Это на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Ухудшение обстановки с пожарами наблюдается в 20 районах области. На территории региона действует особый противопожарный режим. Введены дополнительные требования пожарной безопасности. Прежде всего запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора и посещение лесов. Проводится профилактическая работа с населением. В рамках акции «Говорим, пожарам нет». Величина штрафов у нас увеличена. На граждан составляет от 2 до 4 тысяч, на юридических лет от 200 до 400 тысяч. Поэтому я призываю быть предельно бдительными в данный период. Нарушил – заплати. Речь идет о любителях прокатиться на катере по Волге. Например, нет бортовых номеров – штраф 5-10 тысяч рублей. За управление судном, имеющим неисправности – 15-20 тысяч рублей. Причем в ГИМС отмечают, что некоторых судоводителей и такие наказания не пугают. Как нарушали, так и нарушают. Специалисты считают, что нужны более жесткие меры, вплоть до лишения прав. Полина Попенец вместе с сотрудниками ГИМС отправилась патрулировать акваторию Волги. Инспекторы вышли в акваторию Волги и искали нарушителей. Проверяли районы сел Малой Тополевки и Шумейки Энгельского района. У судоводителей смотрели в первую очередь документы. Старший госинспектор Стражевский Сергей Анатольевич, документы, пожалуйста, будьте добры, удостоверение на правоуправление и судовый билет. Есть жилеты, есть конец Александрова, спасательный круг. Ничего еще. Жилеты на всех. Жилеты на всех, даже с запасом. Когда с детьми выезжаем, там и детские жилеты у нас есть. Когда-нибудь в экстренной ситуации попадали? Слава Богу, нет. Всего на учете ГИМС стоит 37 тысяч маломерных судов. По словам инспекторов, из года в год владельцы допускают одни и те же нарушения. Выходят в акваторию без спасательных жилетов. У некоторых не всегда есть документы на вождение, либо нет разметки на судне. За несоблюдение правил саратовцев штрафуют. Самые большие штрафы у нас не зарегистрированы в установленном порядке. Это статья 118, третья часть, от 15 до 20 тысяч. Также без технического осмотра судна это 5 тысяч штрафа. Ну вот за спасательных жилетов или нет жилетов, то это получается 300 рублей у нас. Превышение установленной скорости 500 рублей штрафа. Всего за навигационный период в области инспекторы ГИМС составили 950 протоколов. Штрафы выросли практически по всем статьям в 10 раз. А вот тех, кто катается по Волге в пьяном виде, пожалели. Штраф остался таким же, полторы тысячи рублей. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов 24. Новая информация уже через неделю. Спасибо. Начальник пресс-службы областного управления МЧС Наталья Куличенкова рассказала о чрезвычайных событиях за неделю.